У нас 30 июля 2016 года, вот ребятишки пришли в баню мыться, он Игнатьич уже помылся. Пришли, все готово. Слава Богу. Там открыто, только только не обошлись. Экономно воду, все как положено делайте. Воды натаскали, баня хорошая и слава Богу. Батюшки сказали, ты в бане-то аккуратнее. Он говорит, я уже не парюсь, но я два захода еще делаю. Комары-то накусают, вот это, подколенками. Обязательно требуется. Вот что интересно, иди-ка поближе туда. Я буду вешать белью, что еще расскажу. О русских людях иностранцы писали. Ой, мои други, замечательные. Их вот где выставят, придет время, на выставке будет. С кем Роснадзор боролся? Посмотри. Я посчитал сегодня Роснадзор, они превысили полномочия по всем статьям. Жалобы не было, вреда не было, ничего не было, поэтому они искали жалобу от родителей, ничего нету. То есть они лютуют. Лютуют для свою погибель. Что-то говорили 120 тысяч, 110 тысяч. Форма там, все им дается. 110. Если по тысяче только, и то миллион сто тысяч. Но ниже не по тысяче получают. Если по десять, миллиард сто миллионов каждый месяц. Но получают-то больше. То есть округлять надо раза в два, в три, в четыре. Еще не делают, что-то приносят? Нет. Президентский указ. Так там говорится о потребителях. Наконец-то я нашел. Защита потребителей, некачественный товар. Какое отношение это имеет к детскому лагерю? Жалобы нету. Так это один год-два, а то 45 лет. Я сегодня этим вопросом-то занялся и вижу, а они безумствуют. Надо писать президенту, что как дурно его указом воспользовались. Образовали и теперь сколько там таких. Им любыми путями надо, любыми путями необходимо. Сейчас еще что-то они будут писать. Потому что подняли граль такой, прокуратуру. Уголовное дело, то есть, ну явное дело, что безбожники. Писать, они будут детьми заниматься? Нет. Они будут ловить эти милиционеры, пузатые преступников? Нет. И спрашивается, кто такие они? Откуда они взялись? А кого туда набрали? Как Петр Первый говорит, самых наглых. Они хлеб себе добудут. Ну, это организация защита прав потребителей. Какие потребители? Какие права защищают? Ко мне это абсолютно не относится. Но лагерь не только закрыт, но ликвидируется. Потому что при этих условиях он существовать не может. На каждом шагу они будут искать, ну, обязательно подсунут такого человека, там, родитель, который будет жаловаться. Они не подготовились. А так бы была жалоба, уголовное дело, ребенок умер, или девочку изнасиловали, там, или с мальчиком там жил воспитатель. Ну, найти можно. Я вот сегодня занимался. Я начал с бани говорить. Почему они не проверяют бани? Бани. Вот говорят, какое самое важное сооружение для человека. Вот в воинских частях. Некоторые не знают. Туалет. Ну, военному какой туалет? В любой куст ходит-то. Баня. Баня круглосуточно. На три дня остановились уже в бане. Ну, яму выкопали, пленку натянули, там, камни положили. Все. Баня не дает в шам завестись. Дальше здоровое тело и плюс ко всему снимает стрессовое напряжение. Баня. Русские люди в бане всегда парились. Дети наши тут, может, первый раз увидели баню. Сейчас они пошли в баню. Даже послы, которые приезжали в Россию, говорят, они ломают ветви деревьев. Не говорят, что березовые. Их лещут себя там вроде до помрачения. Они не знают. Русские люди жили в грязи. Это они жили в Европе в грязи, они русские. Русские всегда были чистоплотные. Баня. Как это? Баня лечит, баня правит. Баня, говорит, все поправит. Это я из бани вот вышел сейчас попутно сказать. Вот это вот у меня рубашка. Вот она, сажусь на велосипед, она сзади сцеплялась и рвалась. Я сказал, 20 сантиметров отрежь. Впереди у меня вот это перед, вот это сзади. Я каждую неделю ее как? Постираю, сейчас посижу, подсохнет, опять надену. Сколько месяцев я ее уже использую. Ну и майки точно так же. И на кого они напали-то? Придет время, как они будут открещиваться, что они делали. Лагерь 45 лет просуществовал. Все. 2 августа у нас тут день лагеря. Я попросил юриста подготовить документ. Лагерь ликвидируется. Больше его не будет. Я не начальник, эти подчиненные уже будут не подчиненные, но дети с детьми будем заниматься. Но по-другому. Потому что поставлена задача населения, вот детей, всех сделать больными. Как больными? Да так, они выискивают. Палочка какая-то. Да их миллионы, миллиарды палочек. И дети не болеют. Это говорит о том, что мы приспособлены. Одно палочкой сковырнулся. Им надо, чтобы больные было кого лечить. Медицинских работников-то, я не знаю, как юристов. Раз на 20-30 больше. А лечить-то и не знают как. Лечить надо вот как. В природу ходить. Босиком ходить. Посты соблюдать православные. Ходить в церковь. Пить святую воду. Болезни какие-то, таблетки. Мне 78-й год идет, я ни одной таблетки не съел. Почему? Бог. Бог. И они учат нас как жить. А почему? Им платят. Им мундиры дали. Я сегодня потратил столько времени на этот надзор. Посмотрел по интернету. Это ужасная организация. Она занимается в нашем отношении совсем не тем. Они должны смотреть. Потребители гнилой товар дают. Там пестицидами отравлены. Водифицированные продукты какие-то. Вот за этим смотреть. Тогда они нужны. Организация-то нужна. Потому что нужно этих одягивать. Которые там китайцам землю продали, а теперь пестицидами разная трава травят русских людей. Бесплодными делают женщин. Самый возраст репродуктивный. Они ни к чему не пригодны. В армию взять парней не могут. Они никакие. Они не знают. К нашему лагерю надо послать 110 тысяч, чтобы были. На наши материалы заходили, смотрели и учились. Как сделать, чтобы по-честному было? 45 лет. Тысячи детей не рублят государство. Вот Роспотребнадзор. А матери, которая одна живет, вот они пятеро-шестеро детей. И уже не один год они живут дети. Они их вылавливают. Их надо положить в больницу, укол дать, как они говорили. Этого не надо делать. По жалобе. Им и жалоба. А жалобы... Я только сегодня узнал. Им жалоба нужна была не только для уголовного дела. А оправдать то, что по административной делали. Жалоб не было. На продукты не было. Внеплановая проверка. Проверили, ничего нет. Проверка на болезни. А не то, что вы сидел там какой-то старпер придумывал. Вон больной человек, который эти нормы давал-то. Да разве можно по этим нормам жить? По этим нормам только лежать парализованному. А вот такое должно быть. Вот то-то, то-то. Там 50, наверное, разных медицинских препаратов. Да какая это жизнь-то? Посчитайте крейсеру Саната Льва Толстого. Он говорит, что карболка, спринцовка в рот. Это ходить в пожарный костюм одеться. Или водолазный. Боятся всего. Весь мир наполнен микробами. Но в человеке тройная защита. От кожи, подкожные, что еще есть. В носу везде все. Кровяные тельциты вредные уничтожают. Они про это умалчивают. А вот я дам тебе. Ну дал ты на время. Пристало болеть. Следующее. Где-то там органы ослаблены. Вот теперь он заражен. Это зараза. И придет время, когда будут говорить. Такую организацию кормили. Это не одна дивизия. Дивизия. Я не знаю сейчас дивизии-то сколько человек-то. 12 тысяч или сколько. А это 110. И они пожирают каждый месяц. Ну минимум 2,5-3, может до 5 миллиардов рублей. Это только то, что известно стало. А на нас напали. И мы видим, выйти никак нельзя. Их просто надо выжаривать, как в бане. Вот везде должна быть баня. А что такое баня? Баню им надо дать. Жаркое молитвое истребить. Всякая ложь дохнет. И поэтому всякие мысли у людей дурные-то уйдут. Они поймут, что благо во Христе жить по Евангелию. Я не знал, как этот ролик назвать. А сейчас понял. Организация не по Евангелию. Самое такое приемлемое будет. Хотя более грозные слова уже написал. Все, с Богом. Это я из баня сегодня пришел. У Вити выпросил, когда паришься, надевать шапку. А она упала и вывернулась. Она оказывается вот так двойная. Видишь, дырками сейчас зашивает. Я не могу. Ни здесь входа нету, ни здесь. Я крутил, крутил. Уж запарился. Наконец понял. Одна в одну надо втолкнуть. Я не видал такой. А я надену, тогда мне легче. Пока паришься, чтобы уши не отжарить. Ну вот все.